RevolverLab.com с прицелом на технику. Всем привет! С вами RevolverLab.com, меня зовут Никита, а его Huawei Ascend Honor 3. Включайте качество получше, поехали! Этот обзор я решил провести необычно, начну я с конца, с вывода. Huawei Ascend Honor 3 стоит примерно 390 долларов. За эти деньги вы можете позволить себе отличный смартфон B-бренда или устаревший флагман от A-бренда. Среди них есть представители, которые обходят Honor 3 по одному или даже нескольким показателям, но я думаю, при разработке этого смартфона компания Huawei делала ставку на целостность. Таким образом, потребитель получает смартфон, который показывает себя на твердую четверку по всем показателям, а не на пятерку в чем-то одном и на троечку в каких-то других критериях. Как и в прошлом своем обзоре на технику Huawei, я скажу, этот смартфон избавит вас от каких-либо заморочек. Просто купил и просто пользуешься. Только теперь он водонепроницаемый. Да, Honor 3 защищен от влаги и пыли по стандарту IP57. Аудиоджек находится под заглушкой, динамики и микрофон спрятаны. Единственное, что смутило меня, это открытый порт microUSB. Я сперва даже не поверил в водонепроницаемость этого смартфона, но, как показала практика, третий Honor не боится влаги, брызг и прямых струй воды. Википедия говорит, что этот стандарт позволяет погружать изделия под воду на непродолжительное время. Теперь давайте быстро пройдемся по характеристикам Huawei Ascend Honor 3. Процессор 4-ядерный HiSilicon K3 V2 с тактовой частотой 1500 МГц. Видеоускоритель Vivante GC4000. Память. 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной с возможностью расширения картами microSD объемом до 32 ГБ. Камера. Основная на 13 Мп с возможностью снимать Full HD видео с частотой 30 кадров в секунду. И фронтальная на 1,3 Мп. Дисплей IPS-матрица с диагональю 4,7 дюйма с плотностью 312 ppi и разрешением 1280 на 720 пикселей. Аккумулятор. Съемный на 2150 мАч. Если внимательно вчитаться в характеристики, то может показаться, что они сулят невысокую производительность и работу на пониженных оборотах. Но это не так. Практически не так. Тяжелые игры на Huawei Ascend Honor 3 летать не будут, а вот все остальное будет работать просто превосходно. Отдельное спасибо разработчикам за родную оболочку Emotion UI. Работает она очень шустро. Каких-то подтормаживаний и запинок мной замечено не было. Это как раз тот случай, когда Лучков говорит, да не важно сколько у тебя ядер и оперативки, главное оптимизация. Как вы уже слышали ранее, Huawei снабдили Honor 3 модели аккумулятором на 2150 мАч. Но это цифры. На практике смартфон в обычном режиме, звонки, вайбер, твиттер, интернет, почта и немного ютуба. Живет стандартные для нашего времени сутки. Динамики выдают чистый ровный звук и даже на максимальной громкости не хрипят. Камера честно работает на свои 13 мегапикселей, хотя по правде 13 мегапикселей в Samsung Galaxy S4 показывают лучший результат. Из 8 гигабайт внутренней памяти доступно вам будет около 5. Но благо разработчики добавили возможность использования карт памяти как основной. Это пригодится для игр и других тяжеловесных задач. Да расскажи уже про кнопки. А что, кто-то не знает где находятся кнопки у смартфона? Ну, не все. Окей. На задней панели находится основная камера, вспышка и решеточка, которая прикрывает динамик. А на передней панели находится датчик приближения, разговорный динамик, фронтальная камера и, не поверите, дисплей. Ну а на боковой... Хорош придуриваться! Ладно, на самом деле у Ascend Honor 3 все расположено на своих местах. Единственное, порт microUSB находится сверху, а миниджек для наушников находится снизу. Переднюю панель прикрывает прочное стекло Gorilla Glass, а весь остальной корпус выполнен из пластика, который, в свою очередь, не вызывает ощущение дешевизны, когда держишь смартфон в руках. Он добротный, твердый, слегка маркий, а вот боковая часть, хоть тоже пластиковая, но первое время я не расставался с ощущением, что она выполнена из металла. Причем на свету она играет красивым перламутровым отливом. Ну что, друзья, самое время подвести итог! Да был уже итог! Да, действительно, в самом начале был уже итог. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, в комментариях напишите, какой китайский бренд вы уважаете и почему. Заходите к нам на сайт, в группу в Фейсбуке, ВКонтакте, в мой Инстаграм, в Ваня в Инстаграм, в мой Твиттер, в Ваня в Твиттер. Пока! Пока! Подпишись на канал Револьверлаб! Поделись этим видео с друзьями в Твиттер, ВКонтакте, Фейсбуке и Гугл Плюс!